В этот день традиционно люди освящают веточки вербы в храме, а после их прикрепляют к домашним иконам на год. Православные христиане считают, что ветки этого дерева оберегают дом. Еще одна традиция этого праздника – слегка ударять друг друга веточками вербы, чтобы здоровье было крепким. Подготовка к вербному воскресенью зачастую занимает несколько дней. К празднику нужно навести порядок в доме, так как вербное воскресенье запрещается заниматься домашними делами – стиркой, строительством, ремонтом, уборкой. Также желательно доложить посадку растений в огороде, но заниматься приготовлением пищи не запрещается. В вербное воскресенье верующие не употребляют в пищу продукты живого происхождения – мясо, яйца, молоко, но в основном едят рыбу, грибы, каши, фрукты и овощи. Православные должны помнить, что ссориться в такой праздник нельзя, лучше собраться всей семьей и посетить церковь, чтобы помолиться. В вербное воскресенье наши предки замечали изменения в природе, которые предрекали благоприятные или неблагоприятные изменения в погоде или урожае. Неожиданные морозы в этот день богатый будет сбор пшеницы. Если стоит ясная и теплая погода, урожай будет хорошим. На улице хмурое и ветрено, лето ожидается прохватным. Новости телеканала Луч.